Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Вот видите, в этом году так сложилось, что Новый год приходится на воскресный день. В этом можно усмотреть и особая какая-то поддержка нам от Господа, что несмотря на трагические события этого года, по которым имеется у разных людей разное мнение, разное отношение, но, как бы ни было, конечно, всегда война – это что-то тяжелое, трагическое, и всегда это беда, потому что самые и лучшие стороны проявляются у людей, и самые худшие. И Господь, как бы в утешении нам так сложилось, что Новый год приходится на день воскресный. И нам дается великое утешение, что самое главное событие в истории воскресения мы вспоминаем именно в этот день. Несмотря на трудности, тяжести, несмотря на трагичность распятия Господа, ученики удостоились этой великой радости. И вот мы слышим евангельское чтение о том, как женщины первые приходят на гроб, несли ароматы, чтобы завершить погребальные обряды, которые наспех не были сделаны в пятницу вечером, накануне субботы. И каждый евангелист по-своему описывает события. И это понятно, потому что события настолько потрясающие, что каждый видит что-то свое, запомнившееся. Если мы смотрим на какую-то простую белую стенку, то как ни посмотрели, любой посмотрит, она скажет, что то же самое. А если перед нами какая-то сложная, потрясающая картина, то каждый в ней увидит что-то свое. И вот Иоанн рассказывает о том, как Мария Магдалина, конечно, не одна пришла, но, видимо, как-то женщины уже ушли, она осталась, первая побежала к ученикам, сказала, что взяли Господа, не знаем, где положили Его. Конечно, ученики больше всего этого боялись, чтобы не похитили тело Господа, не продолжали, так сказать, над Ним насмехаться и прочее. И поэтому об ученика побежали ко гробу. Гроб, напомню, это была пещера, это не яма какая-то. Пещеру, куда клали на каменную скамью тело усопшего завернутого, специальные пилины погребальные. И затем закрывали большим камнем. Но вот Господь отвалил камень от двери гроба, хотя женщины шли и не знали, как они смогут войти, потому что огромный камень неподъемный. Вот так и в нашей жизни часто бывают какие-то события нас страшат, как это все удастся преодолеть, и потом Господь дает эту возможность преодолеть. И вот до ученика вошли, и как по-разному они восприняли это событие. И Иоанн пришел первым, только заглянул во гроб. Он, видимо, помоложе, видимо, бежал побыстрее. И потом пришел Петр, и не просто заглянул, а вошел во гроб и внимательно посмотрел и все пилины, и отдельно плат, который был на голове, как завязывали усопшего. И затем вошел и Иоанн. День такой более отзывчивый, более чуткий-чуткий такой был человек. И сказано, увидел и уверовал. Во что уверовал? В то, что это не просто похищение, а что это воскресение. И далее евангелист, он же Иоанн, поясняет, что они еще не знали из Писаний, что могли жить воскреснуть из мертвых. Но достаточно было увидеть, и он уверовал. Он убил вот эту святыню, которая на самом деле как-то не была заметна на протяжении христианской истории, вплоть до середины XIX века. Так называемая Туринская плащаница, которую исследовали, сделали фотографию, и фотограф, который сделал эту фотографию, был потрясен тем, тем, что на его, так сказать, фото был позитив, то есть картина нарисована как бы невидимым карандашом. И он был потрясен до глубины души, потому что невозможно подделать негатив, когда они понимают, кто что это такое. Потом было множество исследований, и все, и действительно, все они убеждают людей нашего времени, которые действительно склонны верить только научным доказательствам, что никаким иным образом, кроме как через воскресенье, через как прохождение огненного тела через эту ткань, не могло так точно отпечататься это тело. Не говорю же о том, что традиционно, начиная с первых веков, изображение Христа было руки, пронизённые в ладонях. Исключением составляется только плащаница. Один врач даже специально подвешил трупы, пронзённые в ладонь, они срывались. О чём говорят и другие найденные распятия, что на самом деле гвоздями пребывали здесь, в запястье. Так что это было ещё одно доказательство. Для меня одно из таких очевидных доказательств, важнейших для меня, как для биолога, то, что кроме прочего, там делят пыльцевой анализ. Всякая вещь, которая где-то находится, так или иначе невидимая пыльца от цветов оседает на вещи. И когда исследовали пыльцу, то нашли, что там пыльца растений, так называемые эндемичных, то есть которые обитают только. Чётко повторяет весь путь. Обитая в Лежнем Востоке, в Палестине, потом на территории Турции, на Греции, потом в Северной Франции, и, наконец, Италии, в Турине, где она. То есть весь исторический путь вот этот самый пыльцевой анализ показал. Так что это такая подлинная плашница. Но, как всегда, Господь даёт нам свидетельство, даже чудесное свидетельство, которому можно верить и отвергнуть. Господь не принуждает нас веровать. Он нам даёт свидетельство, а мы уже принимаем это своим сердцем или скептически отходим. Вот так и то, что нынешний Новый год приходится на воскресный день, тоже для нас такой свидетельство воскресения, что вслед за трагедии распятия, боли, страдания приходит радость воскресения. Аминь. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова